Кудривились, завивались и ложились на плечо Александре всего 10 лет, а у нее уже неплохой опыт выступления на большой сцене и участие во всевозможных международных конкурсах. Воспитанница музыкальной студии «Шарм» совсем недавно вернулась из Москвы с международного фестиваля славянской песни с множеством наград. Девочка стала лауреатом первой степени в двух из трех номинаций – эстрадный вокал и песня «Военно-патриотическая». Фестиваль прошел с 19 по 22 мая в Москве и в этом году был посвящен культуре и искусству Македонии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины. На него съехались более полутора тысяч исполнителей из разных стран. За два дня Александра исполнила шесть композиций в трех номинациях и успела завоевать сердце компетентного и именитого жюри. Жюри было у нас очень профессиональным. Главный председатель был в эстрадном вокале, народный артист Российской Федерации, солист новой оперы и декант Московского, по-моему, университета Сергей Шеремет. К выбору каждой композиции педагог Ульяна Рабиш и ее ученицы подошли основательно «Москва», «Мама», «Россия», «Гармонь моя», «Матрос» и «Валенки» принесли Александре заслуженные награды. Песни выбирались по характеру Саши. Я сначала спрашиваю у ребенка, нравится ей композиция или нет. Но так-то в основном смотрю сама на ребенка, какой он живой, подвижный, более эмоционально спокойный. Саша у нас яркая, подвижная, веселая. Соответственно, у нее такие же яркие, заводные в основном произведения. Но в то же время не скажу, что Саша легкомысленно. Она очень такой человечек, хоть и маленький, но очень все глубоко правдумывает. И поэтому у нее в репертуаре есть и произведения очень серьезные. Например, песня о России. Я не боюсь выступать на сцене. Мне нравится выступать. Времени не было вообще. У нас было две песни подряд, потом на другую приходили. Но я не успевала. Руководитель юного дарования также награждена дипломом за педагогическое мастерство. Впервые Ульяна Николаевна приехала в Новозыпков в составе театра города Коряжмы Архангельской области. Актеры принимали участие в международном фестивале любительских театров «Славянский перекресток». Талантливого режиссера заметили и решили пригласить в наш город. И спустя несколько месяцев Ульяна Николаевна начала работать в музыкальной студии «Шарм». За год она воспитала нескольких талантливых исполнителей. Алина Рабиш удостоилась звания дипломанта второй степени областного фестиваля «Стажары». В апреле Роман Худяков взял золото 10-го международного фестиваля «Улыбка мира». А в конце июня он будет представлять нашу область в финале международного конкурса «Катюша». Предстоит подготовка к новому фестивалю и Александре Зубихиной. Девочка получила приглашение на 10-й международный конкурс детского и юношеского творчества «Езерский бесери», который состоится в Македонии в августе.